Встреча прошла впервые за месяц. У нас предыдущая встреча с жителями была отменена. По причине приемки работы на объекте у нас был принят пятый этап, согласно календарному графику и контракту работы. Встреча прошла впервые за месяц. Значит, на встрече обсуждались вопросы системной дегазации. Вопрос уже неоднократно поднимался и мы сейчас передали представителям рабочей группы требуемые от нас документы и документы подрядчиков, которые непосредственно будут заниматься установкой системной дегазации на объекте. И также пробку воздуха, воды, почвы на близлежащей территории к полигону. Вот эти сегодня основные вопросы обсуждались. Плюс поднимался вопрос о дальнейшей эксплуатации полигона и вывозу фильтрата. По фильтрату было дано пояснение о том, что у нас последний месяц контракт идет по вывозу. Это ноябрь месяц с компанией контракт. В октябре было достаточно мало фильтрата. Сейчас он накопился и с понедельника возобновится вывоз фильтрата. Что касается дальнейшей эксплуатации, также даны были пояснения, что в настоящее время есть ориентировочная сумма эксплуатации полигона в год. Данная информация направлена в Министерство экологии. По данному вопросу будут в дальнейшем проводиться совещания и принятие каких-то решений о дальнейшей судьбе эксплуатации. Пока окончательного решения по данному вопросу нет. Монтаж его пока не начали. Он закуплен, но монтаж его не начали. Значит, основной момент у жителей, у рабочей группы есть сомнения и его, скажем так, продуктивность. Да, и можно сказать, что и целесообразность. Значит, пояснение такое, что проект все-таки не зря проходил три экспертизы. Да, у него, скажем так, пока у нас тоже есть вопросы по наличию определенных документов. Мы сейчас их также запросили и пояснение у Министерства экологии пока тоже официального ответа мы не получали. Но мы действуем согласно контракту и согласно проекту. Мы тоже не можем отступать от них, потому что это наша зона ответственности, скажем так. Мы несем за это ответственность. Потому что если мы что-то будем делать от себя и делать это без согласования с вешестоящими органами, то просто ответственность тогда будем нести мы. В данном случае, так как сумма уже достаточно большая, соответственно, она будет тоже большая ответственность. Так. Мы, в принципе, последние несколько совещаний постоянно приглашаем. Они дают свои пояснения. Объяснения. Да, возможности. Всегда присутствует, собственно, представитель генподрядчика. Сейчас передали информацию на, скажем так, в виде официальных писем для рассмотрения рабочей группы. Если у них будут вопросы, мы готовы будем на какие-то моменты дать пояснение. Либо направить их в адрес подряд и бенподряд организации.